привет 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 дорогие любимые уважаемые как дела у кого суббота вечер здравствуйте 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 так в общем что я хотел о чем я хотел с вами поговорить давайте вот нас здесь немного людей но все же скажите как вы относитесь к сетевому маркетингу сам неплохо все таки вообще канал как вы относитесь привет как вы относитесь к сетевому маркетингу господа привет дамы девочки мальчики ну я думаю девушек здесь больше скажите сказание привет казани огромный привет обожаю казань казань это бомба как мои дела мои дела неплохо я сейчас нахожусь феодосии у меня кажется продлили мне еще на один съемочный день вот ужасно к сетевому маркетингу вопрос все тот же задаю его к сетевому маркетингу ужасно не очень наверное не сама суть сетевого маркетинга что не нравится в нем что это как секта с ростову привет ростову тоже привет огромный с геленджика геленджику привет скоро скоро я окажусь на юге россии волгограда привет обожаю кстати волгоград не не был волгограде но волгоград волгоград хороший город я уверен что у саши за операция сама расскажите да там все нормально по большому счету геленджику привет еще раз так короче я сейчас вредина я вредина почему вот привет из томска томска большой привет я сейчас подписался на новую тему раскрутки instagram на не знаю пока что раскрутка не очень то все привет большой и кб привет передай привет из приозерской приозерской тоже энэль это чушь вот я хотел спросить из тех кто здесь есть кто-то пользуется продукцией на вот потому что сейчас мне кажется никого не удивишь их продукции если раньше это было там ову вол это что-то нового краснодар привет огромные скоро буду там скоро краснодар в анапа ждите потому что многое не говоришь аж наташа потому что много не говоришь что это я интересно не говорю или вылезать так привет 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 виктор да так привет из санкт-петербурга питеру привет большой о кстати капаклы сейчас вроде в питере когда в геленджик приедешь я в геленджик не собираюсь буду в анапе привет как ты нормально здравствуйте галь как там славка славка то выходит на средство не выходит санкт-петербургу большой ухтухтух из тюрьмы парень в держитесь там не про тебя сон как-то приснился но и как сон передай привет каменск уральску где саша сашка в москве ой витя я спросила про сашку а ты не сказал вот и вредина а это но вы понимаете что это как бы не моя операция если была моя я об этом решил говорить не говорит это сашкина нл фигня поверь мне нет я бы не не собираюсь я бы не собираюсь я просто сейчас у них проходит такое грандиозное там мероприятие в сочи и выглядит это очень красиво и я понимаю что теперь нл это не продукция нл это стиль жизни понимаете то есть тогда завлекать людей вы хотите игру или попадать на эти концертики хотите ездить вот с красивыми там людьми общаться с молодежью тогда вступайте в группу какое время время у нас 2247 как и в россии дай бог тебе здоровья счастья успехов и процветания вашего дома спасибо огромное мурадов 6304 и ты держись надеюсь что все будет хорошо вот я не знаю что пожелать наверное здоровья здоровья в первую очередь лишь и какой-то удача ты офигенность не пара люблю вас спасибо большое на санках ты домой поехал на санках не понял виктор ты симпатяшка спасибо большое не знаю почему это это сон расскажи что новенького у вас как твои детки мои детки хорошо я спешу честно говоря я спешу очень в краснодар меня съемки на один день задержались не тоже задержались еще продлились на один день и поэтому я приеду в москву не 20 а 21 скорее всего вот мне надо будет до 23 уже уехать в краснодар потому что 24 моего сына днюха у младшего и мне надо обязательно там быть успеть ростова огромный привет у них все строится на продажах короче кому интересно быстренько скажу я сейчас открыл для себя новую платформу он это это платформа для продвижения инстаграм если кому-то интересно напишите в личку расскажу вам вкратце что там и как и может быть посотрудничаем посмотрим что к чему вы саше вместе до на урала 0 часов 48 минут а у нас получается на два часа меньше времени вот видите ты в отеле да я в отеле наташа в отеле базара 00 всего хорошего спать собираешься честно говоря хотелось бы наверное лечь поспать но почему-то пока не хочу я сегодня был на кир на крымском мосту вот ничего особо красивого там не было блин валера офиша привет 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 так как настроение здоровья все остальное настроение нормальное здоровье нормальная а вот что пожирел я немножко здесь я здесь набрал вес почему такой высокий но у меня родители высокие и вообще я сибирячок покажи пресс вот кстати в разговоре я здесь немножко подзаплыл даже стесняюсь сейчас пресс показать умница спасибо большое поздравляю с наступающей днюхой сыночка спасибо огромное вам не хотите ли вы с сашей вернуться на проект нет я не хочу как насчет криптовалюты bitcoin bitcoin не знаю спорная у меня друзья этим занимается сейчас многие многие под под офигели конечно я не смотрел в последнее время курс раньше за этим постоянно следил очень хотел в эту тему влезть но это было уже поздно спокойной ночи от всей семьи всей семье огромный привет и спокойной ночи расскажи пожалуйста про феодосию что феодосия как и весь крым сейчас тут такая вам скажу как деревня большая деревня знаете здесь нету ни сбербанков нет никаких сетей сетевых магазинов маркетов кафе здесь все такое обособленное местечковое и честно говоря мне немножко жалко крымчан у них такой как знаете железный занавес они не принадлежать как будто не тому не тому сюда боятся заходить организации потому что любая организация зашедшая в крым она попадает под санкции то есть в международной уже международной сфере и и не будет поэтому крымчане находится в такой знаете подвешенном состоянии и понятно почему некоторым из них даже тем кто раньше хотел быть в россии сейчас не до этого с тобой приятно общаться потому что ты не отвечаешь матом и не агрессируешь я стараюсь я стараюсь я стараюсь нет честно мне очень приятно что большинство моих подписчиков довольно позитивные нормальные люди не надо им проекта проект портит отношения но не всем он капа и скажем я африка всегда их привожу в пример пара очень хорошим не очень нравится в очень хорошая пара смотрите саше счастье спасибо большое ведь у меня совсем скоро день рождения хочу услышать от тебя пожелание будет очень приятно от достойного человека услышать что-нибудь хорошее аделинка сабирова поздравляю тебя с наступающим днем рождения желаю счастья любви успехов достижения целей будь красивая умная не знаю что еще всего самого-самого хорошего и терпения не знаю что еще сказать целую обнимаю а вы где сейчас я сейчас нахожусь в феодосии в отеле лидия где саша саша находится в москве на южной привет желаю долгих отношений с сашей крепкого здоровья вам и вашим деткам спокойной ночи спокойной ночи вам спасибо большое когда сашей встретитесь в среду в феодосии да не газой братан да не газой нет ни газу что привет с астане астане с уважением тоже с уважением привет астане большой видя у нас привет ведь а меня тогда поздравь а носит у тебя день рождения точно давай тебе я напишу тебе с днем рождения нас нас целую тебя обнимаю всего самого-самого хорошего счастья любви успехов добра мужа тебе хорошего богатого умного верного спасибо тебе большое и счастлива спасибо большое я счастлива спасибо да не за что а ты что следы на проекте исполнял когда сашей был эта постановка была нет на самом деле такое стечение обстоятельств честно говоря вот сказать честно я человек неконфликтный я очень надеюсь на отзывчивость взаимность и как сказать просто так получилось что у нас сашей произошла ссора и в этот в момент этой ссоры какой-то такое расставание наши саша влезла лена и как-то и как-то так все произошло саша реально заслужила счастье с тобой так ведь это молодец так держать все вот те самого хорошего спасибо огромное каким судьбам нашу богом в нашу богом данную ты имеешь ввиду в крым снимайся здесь секси мэн таки вот привет из алматы большое спасибо 18 июля дыры настя молодец бог нету кроме аллах да так где сашка сашка в москве видите добрая ночь успехов спасибо большое и вам тоже в июле скоро но уж не совсем скоро ой такой милаш спасибо большое мурат мурадов так пусть сбывается все твои желания спасибо большое где саша саша в москве привет привет феодосия богом данная чтобы ты знал а вот так вот значит феодосия или или керчь древнее скажите мне тогда пожалуйста здоров здорово ванька вы планируете познакомить детей саши дочери своих да почему нет конечно привет с питера питеру большой привет я в анапе ван я в анапе буду где-то числа ты классный у тебя обязательно все будет круто спасибо большое я в анапе буду числа не собрать бы мне числа 27 ближе к 30 февраля а 30 февраля феврале сколько 28 29 вот и дурачок привет со словакии словакии тоже огромный привет саня опять будет ругаться что без нее в прямом да нет все нормально алина ну каиса лина что за лина у нас давайте добавим вопрос отвечать нет лишь бы вопросов я дусти две с половиной с чем-то лет на самом деле я посмотрел феодосии полторы две тысячи лет вот а вот две с половиной это что-то это что-то новенькое пиши сделаем все четко обязательно ванька будем встречаться общаться рассуждать обсуждать не приятно мне приятно общаться с умными людьми вот и я рад что в анапе есть такая ячейка так кто такая феодосия феодосия это город в крыму вот мурадов таких нет правда забавный ты тип братиш феодосии гораздо больше лет чем две с половиной я просто смотрел здесь доску исчисления дат феодосийских и первое упоминание феодосии 400 каком-то году нашей эры в белоруссии только проездом я был белоруссии но очень хочу честно мне хочется в минск попасть просто говорят что там я гурман там ресторан играет классные кафешки вот я бы походил там посмотрел вот очередной раз убеждаю что даже несмотря на то что ты из дома 2 ты очень простой и очень позитивный всегда быть таким спасибо большое я буду стараться так ты был в казахстане казахстане в казахстане был давал мать в алматы был чем 7 15 40 и так далее тысячи лет феодосии приезжает тут круто тепло но это интересно смотрите ухтыхтыж я на свой страх и риск отклонил приглашение человек приезжает тут круто тепло ты знаешь почему назван феодосии нет не знаю почему назван феодосии конечно феодосии не ваня тебе какие-то другие данные здесь все говорят две тысячи 2 500 я тут местных спрашиваю там две тысячи полторы тысяч а вот ты говоришь вообще ты вообще 7 15 40 чем 7 15 40 и так далее тысяч лет тебя конечно приедешь я тебе расскажу немного блин ваня у тебя откуда такие данные просто невероятные ты был в дагестане нет дагестане не был но мой директор который был строительной инвестиционной компании когда работал он был в дагестане и большинство и большая часть скажем так сотрудников был дагестанцев казань тебя ждет подумай о фан встречи у нас в казани я кстати подумаю обязательно когда поеду в казань а я поеду в казань я все равно навещаю этот городок сказали связана моя молодость невероятная то что там было это просто как тебя арианна если саша ее заберет как не будешь относиться будут относиться к ней хорошо я за то что сашка ее забрал и я всегда слушаю говорю как только у нас как только наступит некая стабильность и даже больше мы сейчас как бы в краснодаре однушку будем снимать потом я думаю двушку и как только так сразу же арианку пусть забирает смотрю фронт и спортзал в воржуха труд того стоит красава спасибо большое у тебя есть девушка ну вот и сашей кабышевой да ирина гординенко так ну давай это нет сегодня не гуляем на фан встречи не приезжают сам говорил да я говорю еще раз спорт сила так держать уважаю спортивных людей спасибо большое он говорит ты красишь губы нет никогда никогда нет так накрашу губы так Люда Ксталмакова давай ты хочешь в эфир ну давай попробуем в эфир с тобой выйти поговорить красишь губы нет я не крашу губы саманта привет привет прикольная плита ой кто такой ты такой у тебя мальчик или девочка мальчик ну мальчик а я в детстве у меня были в детстве тоже кудряшки короче меня с девочкой путали прикиньте ну вот моего сыно сыночка тоже с девочкой путали мы не только недавно кудряшки обстригли ему он тоже кучерявый кучерявый был вот я тоже был кучерявый мне постоянно какая красивая девочка жесть вот у меня а меня маму вы из белоруссии же да да а какой город ой наверное такого не знаю шкобрин нет не знаю у меня родственники откуда у меня родственники из Гродно родственники да в Гродно тоже кстати очень красиво вот а у вас как красиво в Кобрине ну если честно это очень тихий спокойный и очень красивый город там очень мало людей живет но он очень красивый тихий и спокойный у нас ничего никогда не бывает у нас все спокойно и спокойно и очень красиво ну здорово не на самом деле в Беларуси я вот от многих слышал кто туда ездил кто туда ездил в Беларуси это все хвалят все говорят что очень очень ну то есть спокойно чисто вкусно да 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 и чисто чисто вот поэтому я вообще не понимаю почему камера не на меня а в обратную сторону а вот я тоже думаю что то ну странно ты там нажми там внизу справа такая штучка стрелочки туда-сюда вот вот рад рад познакомиться спасибо спасибо я тоже так ну а вообще чем занимаетесь там я в декрете да еще сколько а сколько малому год годик еще ну так декрет до трех лет а во сколько может декрет до трех до трех а вы этот ну у вас как государство помогает там всякие субсидии ну вот детские да но детские всякие вот вещи но я не знаю сколько это на ваше на белорусские мало но у нас честно говоря у нас тоже немного у нас я помню когда мои были но у меня жена благо работала на хорошей работе на государственной ей сразу же четыре или сколько да пять окладов сразу же выдали и плюс там потом ежемесячно по пятнадцать тысяч платили в течение полтора года полутора лет но это на русский вот поэтому да поэтому у нас довольно неплохо с этим у тебя есть ребенок ты же наверное знаешь что вот эти палецовские игрушки в Белоруссии все эти вот палеце ребенку никогда не встречались не покупали эти пластмассовые не знаю не знаю я просто я я честно говоря я фанат марвел и всего такого я малым если хочу покупать то я покупаю всяких халков спайдерменов какое-то такое вот и поэтому да а вот пластиковые игрушки это наверное ну если только моя бывшая покупает ну наверное покупает конечно ну вот я работаю на этом вот заводе где делают эти пластмассовые игрушки ух ты прикольно то есть ваш пацан в игрушках не нуждается отлично нет ну вот здорово на самом деле дети а ну да кстати вот я говорю я считаю что когда у ребенка год на рождение я всегда говорю лучше подарить набор кухонной посуды какой-то кухонной кастрюль или еще чего-то и это получится и как бы и детишки будут играть и вам будет польза да он у меня телефонами мобильными вот и пультами от телевизора ну вот вот точно вот ну что давайте я рад с вами был пообщаться вам удачи успехов здоровья вам и малышей я наблюдала за вами кстати вы вообще класс вообще классные сашка очень хорошо смотрите спасибо я вам желаю только счастья спасибо огромное и вам тоже самого-самого хорошего здоровья и счастья и любви спасибо всего-всего хорошего до свидания все пока ну вот вот здорово прикольно мне очень нравится когда люди общаются если сам как когда что дарит на 23 февраля носки трусы что еще витя а где все с кем вы вчера были так все в гостинице спят отсыпаются кто-то в бильярд поехал играть вот привет из города да стерлитамак городу стерлитамак тоже привет огромный саша хорошая да привет приедешь в казань с чак-чаком встретим тебя чак-чак вы делаете чак-чак как там говорят а вы делаете чак-чак сколько раз в день вы делаете чак-чак так александр 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 донбасс привет привет донбассу когда в Jambs ул. Улан-Удэ приедешь уламуada т.к улан-Удэ да не знаю мне вообще не былоュглав hockey а ведь да сколько лет тебе мне 32 Сколько на двоих детей алиментов выплачивают? Минимальные, два минимальных оклада. Короче, по 7,5 тысяч на одного ребенка. Вообще, алименты платится какая-то сумма от твоей заработной платы. Или же 2 миллиарда, или один минимальный оклад на ребенка. Но, как бы, стараюсь чуть больше давать, потому что... Потому что, потому... Лисичанск, привет. Привет. Носки, трусы, это забавная тема уже. Одно и то же. Хочется что-то иначе. Ну, не знаю, в зависимости от того, какие интересы у вашего мужчины. Ты молодец. Простецкий пацан наш. Да я стараюсь. Приветствую Украину, город рубежный. Украине огромный привет. Как там у вас? Да, это у нас национальное блюдо. Я татарка могу еще и манты, костубы. О, костубы, я помню. Мне 32. Так что приезжай. Костубы, я помню, с картошкой тема вообще кайфовая. Я в Бахатле постоянно покупал. Такая вкуснятина. Как же я это любил. Мне 10 за двоих бывший платит. Ну, я 15. И если надо, там еще какие-то расходы. На дом 2 не хочешь вернуться? Блин, нет. Когда назад в Москву? В Москву я еду в среду. Скорее всего, если ничего там не поменяется. Привет с КЧР. КЧР, КЧР. Это что такое? Республика. Карачаево-Черкесская республика. Так получается? Вам тоже привет большой. Приветик. Приветик, Александр. Это нормально. Что нормально? Привет, зайка. Давно не видела. Здравствуй. Здравствуй. Все хорошо. Муж платит на двоих детей 3 800. Не знаю. Это почему-то странно. Так мало. Это странно. Я не знаю, что сказать у кого. Да, манты кушал. Манты, конечно, кушал. Манты кушал. Блин. Татарстан. Казань. Я обязательно вернусь. Когда-нибудь вернусь. И зайду. Я не знаю. Остался. Скажите, если вы в Казани. Там остался клуб штат 51. Гагарин. Где мы еще гуляли? Блин. Казань. Казанишка. Привет. Янау. Янау. Ян Ненецкий. Автономный округ. Ямало-Ненецкий. Вот так. Ямало. Да. Привет. Привет. Передай мне привет. Привет. Виктория 020790. Ямало-Ненецкий. Че вам там платили на дом 2? Это за этот беспредел. Да там не платят. Ой, когда в Крым? Братка, я уже в Крыму. Ты че? Я в Феодосии. Слак. Слак. В Краснодар. 24-го уже планирую быть там, брат. Вот. Я приеду в Краснодар. Мне бывшие детей отдаст на 4 дня. Надо с ними побыть. Ты олигофрен? Нет. Я гумплен. Вот. Переезжаю в Украину. Так я и как-нибудь обязательно. Я был на Украине, когда Крым был украинский. Сейчас я в России, но тоже в Крыму. Колесики, колесики. В Екатеринбурге где был? В Йобурге не был нигде. Так. Добрый вечер. Привет. Братка, Славка, приеду, обязательно увидимся. Когда в Курск. В Курск не планировал. Вот. Был там в Курске, но больше туда ехать не планировал. Вроде бы закрыли. У нас клубы Айдол, Арена, Шаб. Шаб. Ничего себе. Приезжай, попробуешь, побудешь в новых клубах. Обязательно. Не Александр, а Александра. Александр, привет. Ну, у тебя просто Александр. Львову привет, Украина. Привет, Львову Большой. Так, Витя уходит от ответа. По поводу чего ответа? Где Саша? В Москве. Привет, Витя. Отправь привет гагаузскому народу. Гагаузскому народу. Привет, Большой. Приедешь в Татарстан, накормим тебя нашими национальными людьми. У меня, короче, в Татарстане, когда я был в Казани, была женщина, и она была поваром у Богачева, у директора Уникса. И мы что-то с ней так задружились. Забыл ее, как зовут даже. Горе мне, горе. Какая она была классная женщина. Она мне постоянно всякие мне ништячки давала, переносила, кормила меня, подкармливала, как верного пса. Она, вот, с Аленой общаешься. С Аленой Рапунцель? Нет, не общаюсь. Ну, в принципе, мы с ней в нормальной, как бы, можно пообщаться, но не общаюсь. Где тебя можно найти и сфотографироваться в Краснодаре? Да я, когда буду в Краснодаре, я думаю, что, блин, где угодно. Где угодно можно увидеться и сфотографироваться. Приезжай в Екатеринбург, на санках покатаешься. Честно говоря, лучше вот вы приезжайте на юг. Я вот буду жить на юге, честно, мне оттуда вырываться, только если какие-то по съемкам дела будут. Я только тогда буду оттуда вырываться. Я не хочу ездить, где снег, не хочу, где холодно. Я обожаю тепло. Я теплокровный, я стал теплолюбивый невероятно. Здрасте. Как ты так не приедешь в Курск? Ну, а что в Курске-то делать? Вы лучше приезжайте в Анапу, в Краснодар. Там море, там классно. Вот какая там погода. Здесь, в Феодосии, ну где-то 5 градусов. Сегодня было градусов 5, да. Спасибо, молодец. Да не за что. Все, ждем. Ты только заранее предупреди, чтобы мы заранее готовились к твоему приезду. Кто мы-то? Кто мы? Вот, но я предупреждаю, конечно, когда я поеду в Казань, обязательно об этом скажу, буду говорить. Вот, сохрани эфир. Конечно, сохрани. Не обманывай Сашку, она будет хорошей женой. Не знаю, не знаю. Что мне тогда приехать к тебе? Вот это напор. Вот это напор. Я говорю, вы, у меня, вот я в Краснодаре, я буду в Анапе жить, в Анапе есть там домики, вы приезжайте и заодно отдохнете и увидимся. У меня дядя с Украины, мы его накормили нашими блюдами и по итогу он остался у нас. Да я тоже очень хотел, честно, в Казани остаться, потому что Казань просто обожаю. Но меня юг затянул, и я выбрал тогда Краснодар. Скажи привет Чемита. Чемита, привет огромный. Вот. Так, сон приснился, как ты из Бекона на санках уехал к себе. Из Бекона? А, из Екатеринбурга на санках к себе уехал. Ох, ничего себе. Татарстан весь будет готовиться. Ну, у меня много друзей в Татарстане. Я надеюсь, что когда поедут туда, мы все увидимся, и будет здорово. Надо куда-нибудь в клуб всем забуриться и отдохнуть как следует. Ты на отдыхе или на работе? Я сейчас, ну, на работе, но это такая работа, как отдых. Я на съемках. Не изменяй, Саша. Хорошо. А в Краснодаре сейчас тоже прохладно. А в марте вообще снег обещается. Посмотрим, с Роминой что было? Вот этот напор. Что у меня с Роминой было? Да ничего. Обнимашки, да и все. Вот. Вот тоже будем дружить с тобой. Ну, конечно. Конечно, конечно, конечно. Откуда родом? Я из Воркуты. Воркута. Воркута вам такого холода и не снилось. Ну, вот. Ну, что? Сашка хорошая. Не обманывай ее. Она хорошая. Жена будет. Мариночка. Молодец, Хабиб, брат. Ты наказал, Магрегор. Ну, да. Вот. Хабиб красавчик. Привет с Дагестан. Дагестану огромный привет. Вот. Ну, что, мои дорогие, любимые. Я вас целую, обнимаю на проект. Давайте так будем говорить. На проект. При определенных условиях я бы пошел на проект. Но. Витя, ну. Ты высо. Так. Вот, девочки, разве тот милый молодой человек способен на измену? Такие глупости пишите. Если он отвечает все позитивно, это не означает, что он изменяет. Ой, да, уже в Альметиск приезжай. В Альметиск как-нибудь. Спокойной ночи по возможности. Выложу фотки вместо природы. А здесь природа сейчас беда. Тут все, как сказать вам. Все. Тут все немножко, как же вам сказать. Сейчас, секундочку. Тут с природой сейчас не очень. Все деревья облетели. Не очень. Довольно не считай. Как сейчас зарабатываешь? Ну, в данный момент я снимаюсь в кино, ну, в сериале. И так и зарабатываю. Пока, удачи тебе. Тебе тоже. Пока, всего хорошего. Прямой эфир не подключаешь. Просто человек хороший. И этим все сказано. Доброй ночи, Витя. Рада была увидеть тебя. Спасибо большое за душевный эфир. Не за что. И тебе спасибо большое за... Татарочка, спасибо тебе большое. Доброй ночи. Спасибо за добро, за тепло. Обожаю вас, добрых людей. Вот. Не надо на проект. Останься с шевой. Хорошо. Витя. Но ты высокий. В кого такой? У меня прадед 2,12, отец 1,94, мать 1,81, тетя 1,81, бабушка 1,75. У меня, то есть, довольно все семейство высокое. Сладкий снов, выходи и не показывай себя. Саше привет. Обязательно. И не показывай себя. Интересно. Спокойной ночи. Расстались с Сашей? Нет. Целую. Обнимаю всем. Спокойной ночи. Чем-нибудь еще позанимаюсь. Вот. Как-нибудь сделаю эфир для того, чтобы рассказать о том, где, что и чем занимаюсь. И хочу поделиться с вами. Может быть, вам тоже будет интересно. Новая платформа. В общем, до связи. Целую. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!